Здарова, бандиты! Сегодня я расскажу вам об одной очень крутой цепи на BMX или MTB, в которой применили одну очень прикольную технологию. На этой цепи я откатался чуть больше года, и у меня есть опыт ее эксплуатации. Если бы я на ней не катал, то и не снимал бы этот обзор. Я тут думал делать это видео по сценарию, но потом думал, пошел, ну все нахрен. Короче, начинаем с упаковки. Она в цепь приходит вот в такой вот штучке, такой коробочке, там цепь и инструкция и запасные звенья. Но звенья я обратно не смог вместить, я не знаю как они это сделали, я не помню как она была упакована. В общем, мы достаем, у нас цепь и инструкция. Коробку сразу выкидываем нафиг. Инструкция. Я никогда не видел для цепи такую здоровую инструкцию. Я просто не понимаю, что можно рассказывать про эту цепь, но вот эта вот инструкция про цепь. Но тут как бы рассказывается именно про кины на шестиграннике, по большей части. Эта штучка врач тоже нафиг выкидывает. Так, тут значит, один, два, три запасных звена. Четыре. Четыре запасных звена и одно half link звено. Плюс идет цельная втулка, цельный пин и один пин на шестиграннике. Это значит запасные за цацки, которые есть. Еще желательно к такой цепи приобретать выжимку от odyssey. Как я понял, суть приобретения именно этой выжимки в том, что пины в цепи больше по миллиметрам, чем в обычной цепи. У обычной цепи, насколько я знаю, пины 3 миллиметра, а в odyssey keychain 5 миллиметров. Поэтому производитель рекомендует купить такую выжимку. Но как бы выжимка может подойти и самая обычная, тут именно суть. Вот сейчас покажу вам. Вот в этом вот переходничке, который, собственно, подходит по размеру к этим пинам. Так, ладно, убираем это все нафиг отсюда. Немножко технических характеристик этой цепи. Она очень крепкая за счет того, что ее стенки 1,4 миллиметра. По крайней мере, так написано на сайте производителя. Насколько я понимаю, это довольно усредненные стенки, в принципе, во многих цепях такие. Ну и толстые пины 5 миллиметровые. И все это в совокупности им дает некую прочность. Но самая главная особенность этой цепи, это ее замок на шестиграннике. Не то, чтобы это прям что-то новаторское. Мне кажется, это было сделано уже давным-давно, просто Одиссей смогли это очень круто реализовать. Так, берем просто шестигранник на 3 миллиметра. Чтобы раскрутить цепь, просто вставляем в этот пин, вставляем и просто откручиваем. Просто откручиваем, достаем пин на шестиграннике. Достаем каток. Главное не потерять. Все, цепь снята. Это очень упрощает задачу, когда надо разобрать велосипед и надо снять цепь, не надо никаких лишних движений. Все очень круто и четко сделано. Но с этой цепью есть одна загвоздка. Когда она ко мне пришла, я, толком не изучив, как ее устанавливать, поставил пином, поставил эту цепь таким образом, что когда я ехал, вот этот пин, он шел не по часовой стрелке, я крутил пин, а как бы против. То есть пин раскручивался и вот один пин я так вот проебал. Это написано, кстати, в инструкции, которые я не прочитал. Поэтому все же советую вам прочитать. Также ее редко приходится подгонять по длину велосипеда и укорачивать. На мою раму с длиной перьев 13.75, ростовкой 21.2, она стала без укорачивания. Многие спорят то, что Odyssey K-Chain не такая прочная, как Shadow Interlock. Но поискав информацию в интернете, я понял то, что Shadow Interlock, она хелфлинковая вся полностью. Из-за этого она подвержена тому, что она растягивается при долгом использовании. У Odyssey K-Chain все цельные звенья, кроме одного хелфлинк-звена, и поэтому она не растягивается так, как Shadow Interlock. Поэтому за год эксплуатации я ее не укорачивал ни на одно звено. И заднее колесо... Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Когда цель растягивается, заднее колесо приходит ставить чуть дальше. Заднее колесо как стояло в самом начале, так и стоит. Но может быть там на миллиметр какой-то чуть дальше стало, но по большей части оно на том же самом месте и ставится. Ну и в итоге, что я хочу сказать про эту цель. Цель очень крутая, и мне кажется, это самая крутая цель, которая есть на рынке. На момент написания сценария к видео она стоила на сайте Odyssey 19,95$. Это, ну, как бы очень низкая цена за такую цепь. Совокупность прочности, удобства и невысокой цены делает эту цепь лучше на рынке цепей. Я не понимаю, зачем смотреть другие варианты при покупке цепи. Больше года эксплуатации этой цепи я понял, что она действительно лучше, так как проблем с ней никаких не было. Выбирать, конечно, вам, но я уверен в этом продукте на 100%. Может потом попробовать какие-то другие цепи, но просто из-за любопытства, а не из-за желания поменять Odyssey.